В правительстве Дагестана говорили о качестве питьевой воды в республике, о том, как это влияет на здоровье ее жителей. Остро стоит проблема с некоторыми инфекционными заболеваниями. В основном это происходит, по мнению специалистов, из-за загрязненной питьевой воды. В совещании на эту актуальную проблему провел премьер-министр Абдусамат Гамидов. О том, к чему пришли, в материале Севрины Шамхаловой. По некоторым инфекционным заболеваниям Дагестан превышает среднероссийские показатели, говорят на заседании. Причина плохое – качество питьевой воды. И хотя эта проблема существует не первый год, решить ее пока так и не удалось. Качество продаваемого населению воды, особенно из Кушетского водохранилища, остается очень низким из-за сильного загрязнения исходной воды в Канаде, проходящей по территории города. В корт, в черте города, особенно в дождливый период, поступают госпекальные стоки от частного сектора, в сточном воде от поселка Тарфи и учреждения, расположенных в языке канала, создавая в нем сложную органическую среду. Каждый день мы пьем не воду, а, выражаясь языком специалистов, сложную органическую среду. Чтобы хоть как-то предотвратить развитие заболеваний, воду обеззараживают так называемым гиперхлорированием. Это значит, что хлор добавляют в шестикратном размере. В соединении с вредными веществами вода становится токсичной. А зачем тогда, когда бюджет принимают, все бегут, у нас школу надо построить, больницу надо построить, то надо построить. Может быть, в этом городе сперва надо с водой разобраться, чтобы люди пили воду и не отравлялись, не болели. Чтобы решить проблему, построили тернаирские очистные сооружения. Они имеют большую пропускную способность, но из-за неисправности некоторых водоводов вода не может поступать в город. Поэтому основным источником для горожан остается канал Октябрьской революции. Но списывать все на грязную воду не совсем верно, считают специалисты. От трех вспышков инфекционных заболеваний, зарегистрированных с начала года в Республике Дагестан, в двух случаях эти крупные вспышки возникли именно из-за несоблюдения элементарных санитарно-гигиенических условий, санитарно-гигиенических правил. Поэтому признание того, что у нас имеются проблемы, с которыми без особых финансовых заплат надо решать, признание – это тоже факт. И, наверное, надо в этом плане какие-то профилактические меры разрабатывать. По итогам совещания принято решение увеличить объемы подаваемой воды до 240 кубометров в сутки. Предполагается, что это должно в разы улучшить качество питьевой воды. Северина Шамхалова, Ибрагим Магомедов и Заур Магомедов. Время новостей.